11 октября состоялась ставшая традиционной встреча главы города с жителями. В этот раз она прошла в новом для жителей формате. Глава города Денис Семенов отчитался перед собравшимися о проделанной работе за год и выделил приоритетное направление развития Электрогорска. Глава рассказал о дворах, где провели комплексное благоустройство, о ремонте дорожного полотна на улицах Буденного, Островского, переулок Невского, об установке семи новых остановочных павильонов, об устройстве дорог на улице Ухтомского. Помимо этого, за счет средств городского бюджета была реализована парковка на 40 машин и мест возле городской больницы. За год благоустроено множество пешеходных дорог и тротуаров. Каждый год мы обязаны делать 10% дворовых территорий. У нас в Электрогорске 55 дворов, то есть 5-6 дворов мы в этом году должны были сделать. Плюс у нас добавилось два адреса еще, это Ухтомского 11 и Ухтомского 9, это там, где жители проголосовали через портал Добродел. Значит, вот мы отремонтировали первый двор, это самый первый двор был отремонтирован в Электрогорске, это Комсомольская 8-9. Мы установили, сделали парковки, установили освещение, поставили детскую площадку и также отремонтировали подъезды в этом дворе. Потом у нас была Пионерская 3, вот Комсомольская 8-9, кстати. Если кто помнит, это рядом с Домом культуры, там где были лужи, грязь постоянно, ни тротуаров, ничего не было. Вот теперь там такие условия созданы. Также по Советскому, по Советской 39 и Советской 41 проводили ремонтные работы. Там установили тоже детскую площадку, установили освещение. И сейчас у нас большая работа. Мы уже в стадии окончания, мы сейчас ставим освещение. Двора это Горького, сейчас вы видите, Горького 14, Горького 12, Горького 10, Горького 8, Горького 16, 18, 18А, сделали дороги, заезды в эти микрорайоны, благоустроили большую часть улицы Горького. Практически, когда мы едем по улице Горького, практически всю правую сторону в этом году благоустроили. Отремонтировали все дороги, отремонтировали, сделали новые парковочные места, поставили большую площадку по программе губернатора. Ремонт дорог, да, то, что у нас по программе губернатора и за счет областных средств, и за счет средств местного бюджета, мы навели, так скажем, порядок на дорогах. На наш взгляд, в начале года самые нуждающиеся в ремонте дороги были это первая дорога, которая улица Буденова. Начинается эта дорога от первой проходной адреса номер 3, и ведет она до трассы шоссе А-108, Большое Бетонное Кольцо. Вот первая картинка. Вторая картинка – это Перелог Немского. Кто знает, да, в простонародье у нас в Ультрогорске это, так скажем, поселок. Мы эту дорогу полностью от перекрестка до газораспределительной подстанции отсыпали щебнему, трубовали. Вот примерно там 3,5 миллиона было потрачено бюджетных средств. Сегодня могу сказать уверенно, да, что по этой дороге, и она имеет твердое покрытие, и по ней можно спокойно проехать на великовой машине, причем убрали там огромную грязь и бужа. И улица Островского – это вот третья картинка, это дорога, которая ведет от переезда на улицу Советской, идет она практически, ведет микрорайон Некрасовый, практически до воинской части. То есть сегодня нам осталось немножко на этой дороге доработать. Это устройство обочин, там отсыпать щебнем, навести порядок, и вот, в принципе, мы сделали такое большое участие. Установку новых остановочных павильонов – это то, что мы начали с начала года. У нас 7 остановочных павильонов было заменено в Электрогорске. Это те павильоны, где их вообще либо не было, либо комнат такие, которые, палатки такие были, серые, вместе там, остановочный павильон, вместе с магазином. То есть это то, что было, находилось в крайне ужасном состоянии. Мы поменяли, поставили, приобрели 7 новых, плюс где-то отремонтировали вот покрытие, как здесь видно, это вот рядом с остановкой спортзала «Сокол», да, на улице Ленина. Вот, и планируем также, сегодня меня беспокоят 3 автобусных павильона, которые находятся на улице Советской. Улица Советская – это в районе 16-й школы напротив, и улица тоже та же Советская, это напротив вокзала. Там автобусный павильон, который там, типа этих палаток, там тоже очень грязно, и находится на недвижнем состоянии. Я думаю, что в следующем году мы их обязательно поменяем. Благоустройство площади Советской, да, то есть вот мы видим на картинке, здесь было большое обращение, много обращений жителей. Это здание рядом с почтой, рядом с дикцией. Там были постоянные лужи, грязь, невозможно было пройти, проезд по Хрупдиксе, проезд Горького-4, навели порядок. Из местного бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей. Следующий слайд закончили, завершили. Вот как было там, допустим, весной, да, все помнят и видят это место, и как оно выглядит сегодня. То есть там, в принципе, проблемы мы решили. Парковка в Электрогорской городской больнице, да, вы видите, да, то, что у нас в начале года была такая ситуация с парковкой, все машины ставились на дороге, в основном это на строительном направлении, очень тяжело было с развязками, с пешеходами. Большое количество машин приезжает с пациентами в больницу, негде произвести выску посадок пассажиров. Вот за счет средств местного бюджета, порядка там тоже около 3,5 миллионов рублей, были выделены денежные средства на строительство новой парковки. И вот парковку построили, сегодня там есть пешеходный переход, все разметка, машины стоят как положено, дорогу мы разгрузили и сделали, так скажем, человеческие условия для того, чтобы люди могли приезжать в больницу и свои машины парковать и спокойно по пешеходному переходу проходить те дневные пиления. Установка детских игровых площадок по программе губернатора. Есть программа губернатора, да, где две площадки ставятся, в каждом муниципалитете, ну, в зависимости от площади, в зависимости от количества проживающих муниципалитета. Вот, мы в этом году поставили две площадки по программе губернатора. Спасибо большое Андрею Юрьевичу Воробьеву и компании «Забава», которая в первом этапе восстанавливала детские площадки. На мой взгляд, очень хорошее качество, высокое, сделано оно отлично. Были выбраны дворы, это за МФС Горького, как раз на первом слайде, Горького 10, Горького 12. И вторая площадка, это советская 19, 21, 23, 24. Большая потребность. Кто помнит, там на этом месяце раньше была гид-площадка, потом хотели сделать баскетбольное поле, и потом пустырь стоял на протяжении, наверное, 10-15 лет. И сегодня там такая хорошая, прекрасная детская площадка, которая, в принципе, нагружена по полной. Ну и самое главное, то, что нам получилось с министерством ЖКХ, с личным министром Евгением Акимовичем Храмушиным, договориться о том, чтобы нам выделили не третью детскую площадку, но поменять ее не на детскую площадку, а на хоккейную площадку. И мы сделали вот такую хоккейную площадку, причем высокого качества по покрытию и по бордам, на улице Некрасова. Кто помнит, Некрасова, 28, там раньше было такое небольшое участок, хоккейной площадки, которая была металлическим ограждением, там непонятно, забором огражден, с асфальтом. Вот такие там, тем более, сегодня условия, плюс там установлены два баскетбольных кольца, еще в ближайшее время поставим ворота футбольные, и вот тем самым создали вот такие условия для жителей улицы Некрасова. Сделали дополнительное освещение, еще на следующей неделе поставим лавочки с урнами, чтобы люди могли нормально раздеваться, перебуваться. В ближайшее время планируем открыть хоккейную площадку. Открыли городской парк после этапа реконструкции, отремонтировали школу искусств. Подходит к завершению капитальный ремонт детского бассейна в Саду-39. В Электрогорске прошло большое количество спортивных и культурных мероприятий. Мы провели торжественное открытие, но у нас некоторые работы, конечно, к сожалению, пока на сегодняшний день еще не закончены. Это в процессе видеонаблюдения, которое мы сейчас заканчиваем. Вот такие фигуры там установлены, буквы, вот перголы с правой стороны. И парк у нас, конечно, это только первый этап, там еще предстоит большая работа. Большая работа по тому, что нужно устанавливать модульные туалеты в парке, подумать что-то над аттракционными, сделать какой-то элементарный летний кафе, чтобы было, так скажем, слишком комфортно, чтобы парк действительно был источником притяжения. Но в течение года очень много было потрачено трудов и сил для того, чтобы в парке навести порядок. Работа, которую начали Игорь Петрович, активно в этом году в парке продолжается. Капитальный ремонт Электрогорской детской школы искусств. У нас детская школа искусств, которую видите на картинке, стоит она из двух зданий. Это советская 35А, советская 36А. Вот 36А одноэтажная, 35А двухэтажная. Что было сделано? Было капитально отремонтировано два здания. Внутри и снаружи заменены вентилированный фасад, отремонтирована кровля, сделано благоустройство. За счет небюджетных источников еще сделали проковочные места, чтобы люди могли приезжать, производить высоту, посадку своих детейшек. Заменили все инженерные сети, коммуникации, кондиционеры, полностью все строительные монтажные, малярные работы. А также приобретено новое оборудование. Вот в частности, это актовый зал, новая мебель, новое аудио, видеооборудование, то есть информативные доски. Сегодня, так скажем, ДШИ, Электрогорская детская школа искусств, она оснащена по всем техническим, да, и по всем потребностям в полном объеме. То есть самое главное, чтобы коллектив Электрогорской детской школы искусств теперь в таких условиях стал вместе с детьми, некоторых они там обучают, наносить действительно большие плоды и результаты в их художественные и творческие деятельности. Витальный ремонт бассейна 39-го детского сада, да, вот вы видите, как вот он сегодня у нас выглядит, от картинки вот как раз сегодня. Мы планируем этот объект завершить 20-го октября, открыть торжественное. Конечно, мы здесь немножко запоздали со сроками сдачи, да, вот у нас, так скажем, были определенные претензии к подрядчику по плитке, там, по качеству. Мы решили немножко задержаться, чтобы сделать качественно и открыть объект, уже больше не возвращаться, ничто не переделывать. Вот та плитка, которая, это панно на стенах, да, это все сказочные, каких, скажем, персонажей. Вот у нас на бассейне сама мозаика лежит. Практически, я уж не помню, там около 8 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт бассейна 39-го детского сада. Он закрыт с 2010-го года, то есть бассейн не функционировал с 2010-го года. Там, когда первый раз появились, в этом бассейне, там был склад стройматериалов, страшная пыль, все, просто какие-то бочки, ведра там, материалы лежали. Вот сегодня мы это все дело доводим до ума, для того, чтобы вот 20-го октября его открыть. И вот на второй слайде, да, где вот оборудование указано, то, что это очень дорогостоящее оборудование, которое позволит очистить воду, так скажем, с минимальным количеством применения хлора, да, что вот как раз этот бассейн, он будет использоваться вот именно детьми, в том числе еще и ясеного периода, то есть совсем маленькими детишками. Капитальный ремонт детской поликлиники. Все, наверное, знаете, да, то, что здание такое проблемное для города было. Вот это вот красное здание, которое находится на дороге по улице Глосона. Сейчас остановлюсь на нем немножко поподробнее, да, скажу. У нас детское отделение находится, здание терапии на первом этаже, там всего 4-5 кабинетов функционируют, где принимают врачей. Вот по программе губернатора Министерства здравоохранения выделены денежные средства на капитальный ремонт. Мы готовили эти сметы совместно там с подрядчиками, да, много приглашали фирм, компания, которые нам помогают для того, чтобы быстро и оперативно собрать весь пакет документов, пройти экспертизу, выйти на конкурс, да, и чтобы началась работа в этом здании, которое построено в 2010 году, и за 7 лет в нем ничего не было, да, во-первых, и денег не было, во-вторых, и были большие проблемы, которые решал Игорь Петрович, это нужно было поставить на баланс, да, в город. Сегодня там идет активная фаза работ. Сегодня выполняется работа по штукатурке, стяжке, вентиляции, вот на первом для картинки электрика, проемы, то есть там мы делаем все согласно того брендбука, который требует от нас Минздрав, то есть никаких форточек там, где карты будут, где регистратура. Вот, кстати, вот дальше там это большой проем, это будет открытая регистратура, то есть теперь по новым правилам брендбука, да, то, что должно быть, так скажем, холл, там, для них будут стоять игрушки, где детишки могут там отдыхать. Плюс здесь, что еще хорошо, что вот мы видим фасадную часть, да, вот этого здания, но прием больных детей будет проводиться именно с другой стороны, там отдельные несколько входов будут, которые будут принимать именно детишек, которые находятся в болезненном состоянии, чтобы они не перемешивались с здоровыми, то есть они прямо вот отделены, там все специально продумано. Вот сейчас идет активная работа. Здесь планируемый срок сдачи, это ноябрь-декабрь этого объекта, но существует немножко у нас другая проблема в том, что мы по приобретению оборудования, которое выделено денежные средства, 20 миллионов Минздравом, конкурс может быть состояться только в следующем году, в 2017-м. Мы сегодня проводим работы с Минздравом для того, чтобы попросить их провести этот конкурс быстрее, чтобы как только мы закончим себе работу по строительству капитального ремонта вот этой детской поликлиники, чтобы нам быстрее ее доосносить оборудование, если мебель, там и всеми необходимыми инструментами, и чтобы быстрее это здание ввести в эксплуатацию. Реконструкция городского стадиона. Как вы видите, да, у нас проводится сегодня реконструкция городского стадиона, также по программе губернатора порядка 30, могу ошибаться, там 31 или 32 миллиона рублей выделены на эту программу. Сегодня проводятся работы по созданию подложки под искусственное покрытие. Искусственное покрытие, которое там создается, на этом городском стадионе, тоже будет требовать определенного ухода, наша задача его не запустить. И вокруг стадиона будут еще три беговых дорожки, будут трибуны, будут раздевалки с душевыми, которые мы сейчас тоже планируем там подключить к сетям и водоснабжение, и канализование. Да, будет освещение, плюс еще площадка воркаута и площадка баскетбола, волейбола. Сейчас работа находится в активной фазе. Планируем, что на финальную черту, финальный этап закончить все в конце октября. После отчета Денис Семенов рассказал и о проблемных моментах в городе, решение которых требует особого подхода и дополнительного времени и сил. Ну и, конечно, есть проблемы, да, проблематика у нас, конечно, есть и то, что положительно решается, то, что приносит определенные плоды и результаты, и удовольствие, да, но есть, конечно, и проблемные моменты. Вот, в частности, это у нас заказчик-застройщик и подрядчик в Томску-21 дом, который стоит на озере Стахановском. С ним, конечно, у нас существуют определенные, так скажем, проблемы заключаются даже, наверное, не в техническом характере, а проблемы заключаются больше во взаимодействии именно заказчика-застройщика и подрядчика. И они между собой судятся, подали друг другу всякие различные претензии. Нам очень тяжело с ними общаться, потому что они любую встречу, любую повод, так скажем, изыскивают, чтобы не встречаться, чтобы не общаться. Вот, и мы для того, чтобы проблема окончательно не ушла в тупик, решили еженедельно, да, приглашать этих коллег на разговор и прямо детально за несколько часов прорабатываем, что каждому сделано за неделю для того, чтобы подойти к итоговой сдаче и вводу эксплуатации этого жилого дома. Я надеюсь, что у нас с Мариной Евгеньевной, с заместителем, получится довести эту работу до конца, потому что на обратном пути нет, дом построен, стоит. И жители, которые приобрели в нем квартиры, конечно, напоминают о себе, да, и мы огромное внимание уделяем этой проблеме. В том числе я лично держу и в Министерстве строительного комплекса, да, прошу подключиться, и мы много уже что-то сделали за год, но вот стоим на финише, так скажем, мешает нам пока недоговоренность, и то, что два коллеги друг друга не слышат, что вот мы пытаемся как бы у себя на своей площадке в администрации как-то помирить и довести все-таки это дело до конца. В первую очередь, то, что мы пытаемся не довести, что самое главное, просто люди не должны страдать. Если вы имеете друг другу претензии, вы разбираетесь на дом, вы должны вести в эксплуатацию. Строительство автодороги улицы Кражиновского, это тоже такая, скажем, проблема, наверное, большая для каждого главы с наследством, да, то есть от каждого главы была переходящая улица Кражиновского. У нас еще существует ряд проблем, которые скрыты под этими плитами, такие как инженерные сети, коммуникации, потому что под этой дорогой, это не просто плиты, уложенные на песок, но под этой дорогой проходят еще и высоковольтные сети, и сети теплоснабжения, под тротуаром идет газоснабжение, там просто кошмар, чтобы, казалось бы, просто заасфортировать этот участок, поднять все плиты за сочепнем и асфортировать этот участок, мы сейчас начали, объявили, объявили, да, уже объявили, да, конкурсные процедуры на проект планировки данной территории, данной дороги для того, чтобы разработать проект, и для того, чтобы нам примерно хотя бы понимать, сколько это будет стоить, у нас был на руках готовый проект, и чтобы можно уже было заниматься выносом сетей с этой дороги, потому что строительство дороги без выноса этой сетей на этом участке не получится. Порядка, по-моему, 2,5 миллионов рублей, да? Проект планировки. Проект планировки? 1,5 миллиона, да? 1,9 миллиона. 1,9 миллиона – это только проект планировки, ну, и примерно мы для себя посчитали, что пока приблизительно 26-28 миллионов будет построить эту дорогу, но еще она у нас даже не стоит на учете, этой дороги, которой нет, какой-то строительный проезд, который сейчас необходимо будет тоже ставить на кадастровый учет, но мы этим обязаны и будем заниматься, почему? Потому что у нас эта дорога будет в новой школе, у нас на улице Чкалова, за домом Чкалова, дом 3, будет новая школа на 550 мест, и поэтому этот участок подъездной дороги, это будет именно та дорога, которая будет вести к новой школе, поэтому школу без дороги, да, нельзя использовать, и к ней нельзя будет приехать. Ну и, соответственно, и вот эту дорогу, конечно, вызывает большое, скажем, социальное напряжение для людей, проживающих вот именно в этих домах, Кржновского, там 29, 30, 31, 32 дом. После выступления Денис Олегович перешел к ответам на вопросы жителей, которые, как всегда, касались самых актуальных и наболевших проблем. Здравствуйте, Денис Олегович, очень хотел прийти на ваши встречи, если никак не получалось, вот сегодня выбрался. Как раз вот хотел меня майор Зарас Абрусевич, не знаю, мы с вами, да, заводчин знакомы. Давайте вот по этим проектам прям приближимся от первого до последнего. Первый стадион, да? Ну, то, что работы на стадионе проходят без проектной рабочей документации, которые по закону обязаны на эти виды работы. Ладно, опустим. Меня интересует другое. Коммуникации ТСК МОСЭНЕРГО под стадионом НИПерекладного. Это так? Там нет коммуникации. Нет, там сети водопроводные есть. Где у нас сети водопроводные? Я сам видел, вы лично в ВКонтакте писали, что готовится проект на перекладку водопроводных сетей. Это было? Я в ВКонтакте такой не писал. У меня сохранились кончерки. Вечно. Значит, на стадионе было два старых заброшенных гидранта, которые находились под давлением. Которые находились, даже их не было видно, они находились в глубокой земле. Мы нашли эти гидранты. И для того, чтобы в будущем не было никакой неприятной ситуации, когда будет прорыв и размоют новые покрытия, мы обесточили это и срезали, и демонтировали. Без согласования с ТСК МОСЭНЕРГО? Это не собственность ТСК МОСЭНЕРГО. Хорошо. Ладно, давайте дальше. Парк. Срок сдачи всех работ по парку 30-е число. Сентябрь, правильно, да? Вы, наверное, в курсе, что сейчас на территории парка не работает в должной мере видеонаблюдения. Есть 42 камеры. Да, я указал об этом своем учебе. Да, писит два работы, дай Бог, одна. Нет ни чугунных указателей трех видов, ни чугунных кормушек. Вместо топиарных букв поставили обычный белый. То есть, Богу должны быть тебя. Разошла замена, согласована замена. То есть, это все будет что-то чтено, и подрядчик выплатит разницу, да? Ну, то есть, будет смешно именно эта разница. Даже вот, Ярослав Алексеевич, с вашим контролем над нашей деятельностью и над моей личной жизнью, я вам даже скажу больше, то, что я специально не принимаю парк, специально, пока подрядчикам не будет выполнено до каждого шурупа, до каждого гвоздя. Потом, я надеюсь, вы изыщите время, да? Я вас приглашу, и мы с вами спокойно пройдемся. Я готов даже вместе с вами. Вот, сроком, отлично. Все, по парку, по фонарям освещения. Если, как бы, вот, с ТПР-ными буквами была замена, и она будет потом документально оформлена, то замена фонарей в парке на данный момент никак документально не оформлена. Она была согласована. Не было никакого до соглашения. Я вам даже больше расскажу, что у нас освещение в парке выполнялось согласно проекту, который выполнен был далеко там 3-4 года назад. И то оборудование, которое указано в этом проекте, оно уже не соответствует тем требованиям и нашим хотелкам на сегодняшний 2017 год. Почему произошло... Что мы использовали в проекте? Мы использовали в проекте, конечно же, мы оставили тот же самый медный кабель. Мы знаем ту же самую длину, да, все диаметры, все радиусы. Мы знаем все количество закладных, ту освещенность, которая требуется. Мы это все учли. А опоры мы заменили. Объясню почему. Потому что те опоры, которые были указаны в проекте, они нас не устраивали. Во-первых, не устраивали и по обслуживанию, и по назначению. И даже если вы заметили, даже если вы так скрупулезно разбирали этот вопрос, то у нас в тех заданиях написаны черные опоры, а мы сделали их серыми. Да, но они были чугунные. Сейчас какие стоят опоры? Чугунные? Чугунные они были. Вы понимаете, да, что чугунные, извините, чугунные опоры серьезно увеличивают цену опоры. И во весь локальный смертный расчет были заложены цены с чугунными опорами. Да, конечно. То, что у нас то оборудование, которое приобретено и которое установлено в парке, оно абсолютно соответствует именно смете, которая была в этом парке. Денис Владимирович, вы согласны, что в смете стояло и в тех заданиях, что опоры должны быть чугунной полкой? Ярослав Алексеевич, еще раз объясняю, что мы использовали проект, который был выполнен 3-4 года назад, как основу для подсчета объемов, чтобы у нас были четко верны объемы. То оборудование, которое было учтено в этом проекте, оно сегодня не соответствовало тем требованиям, которые нам нужно было использовать в парке. Поэтому мы изменили и сами опоры, мы согласовали это с подрядчиком, у нас не изменилась никаким образом цена, и мы еще изменили цвет. Потому что, на мой взгляд, серые опоры, они гораздо гармоничнее смотрятся в парке, чем черные. Может быть, но это согласование никак не проходило документально в приложении к этому. Виктория, я так понимаю, что она будет комментировать вашу вопрос. Директор Центра проведения торговли, Виктория Валерьевна. Да, я вас знаю. Я не сомневаюсь, да. Ярослав Алексеевич, опираюсь на законодательство, которое вы упорно штудируете, и с которым я работаю ежедневно. При выполнении работ, опираясь на гражданский кодекс, дополнительных соглашений на замену материалов не требует законодательства. То есть, если это поставка товара туда, дополнительное соглашение оформляется, все, если это выполнение работ, замена материалов происходит. Но здесь не выполнение работ, здесь прошло замена опоры, замена товара. Нет, нет. При выполнении работ у нас аукцион объявлен и контракт заключен на выполнение работ по освещению в рамках устройства парка. В рамках этого аукциона проходила помимо самих работ в монгажу еще поставка товара. И форма 2 к аукциону, который организатор этого аукциона контролирует наверняка выполнение там, были указаны характеристики этого товара, правильно? Были указаны характеристики материалов. Что там было указано по этим опорам? Александр Алексеевич, мы сейчас можем с вами прибираться, здесь очень долго и затяжка. Ладно, давайте мы это опустим, пусть этим занимаются другие компетентные органы, кто там прав, кто там виновал, чухонные, не чухонные. Давайте дальше вопрос. Денис Александрович, площадка возле двух лидеров, как именно, на господальность наша, вы, наверное, помните, сколько я вам писем поставил на этот счет, что никто зимой при температурах, которые не соответствуют ни укладке, ни асфальта, ни прочее. Ну, тут хорошо хоть зимой полюбинтанную патрику, мне сказать, вложить, да? Класс. Площадки не строят. Вы помните эти письма, да? Конечно. Ну, вы видите, что с этой площадкой случилось. Да, вижу, я сегодня помню на этой площадке. Вы, да? Конечно. Тогда такой вопрос. Ну, я, конечно, понимаю, вроде бы на одном из своих интервью сказали, что он выступал спонсором этих площадок. Да, мне интересует, как спонсор может оказывать гарантийные обязательства по ремонту этой площадки. Где компания ГК «Триумф», которая, ну, по всем документам должна ее было строить, почему она не выполняет своих гарантийных обязательств? Я вам объясню, да, то, что у нас, ну, наверное, проблема, она была изначально полтора места строительства этой хоккейной площадки. То, что у нас ПОК-лидер расположен именно гораздо выше именно того места, где располагается сегодня хоккейная площадка, а я говорю в цифрах, это метр восемьдесят. Метр восемьдесят нам пришлось отсыпать. Как только я заступил на свою должность 24 октября 2016 года, если вы там следили, да, Ярослав, напомните, когда был конкурс по этой площадке? Он был чуть ли там в ноябре месяце. Комбурс был очень поздно, но это вопрос с классным структурам, которые сегодня на последнем. У меня было два пути. Первый путь – либо строить эту площадку, принять за основу то место, которое не соответствует для этой площадки, я имею в виду в плане высоты, либо отказаться от этой хоккейной площадки. Я пошел по пути номер один, потому что я посчитал, что этот объект, он нужен, Электрогорску. Мы его начали строить. Конечно, по весне, так как мы ушли в зиму, появились определенные проблемы. Проблемы доделки покрытия, и то, что там боковина съезжала, то, что мы увидели, да, бортеры где уехали. И сегодня все поправили. Денис Олегович, перекладка полиолетанового покрытия, которое ведет Булграве, ну, вы были там, видели, оно будет осуществлено? Конечно, письмо «Триумфу» мы написали по этому поводу. На самом деле, был еще один путь, и, ну, я не знаю, может, к вам показывали, товарищи наши, коллеги из «Томоделов» пошли этим путьом. То есть, они также заключили контракт, деньги они эти получили, так как область перечислялась. И оставили на следующий год. И оставили на следующий год. У меня в области не было этого возможности. Мы ее построили в 2016 году. Ну, почему они, в рамках того же самого госконтракта, у них эта возможность была, а у вас не было? Зачем вы делаете это? Дело в том, что я пересечу. Первое. Сделано не тяпля. Сделано не тяпля. Сегодня она обслуживается, функционируется. По поводу денег, которые вы говорите, что там были использованы средства, так скажем, спонсоров, да, то, что вы видите, мы сделали на ней и освещение, которое там всего 4 было прожектора, а их там гораздо больше, там почти 12-ых висит. Мы сделали звуковое сопровождение, динамики работают. Мало того, Алексей Викторович Чеснин за свой счет уже поменял почти 6 сидений, словно, которые там постоянно ломают дети, которые собираются и выворачивают эти трибуны. Сегодня мы провели полностью отсыпку, выполнили все гарантийные обязательства, за исключением именно покрытия там, где местами, где есть конкретно, где оно повреждено. Я уверен и думаю, что в ближайшее время мы это поправим. Ну, значит, осталось только покрытие. И давайте я последний вопрос задам, да, и я понял. Денис Олегович, такой вот вопрос, вы сегодня были в детском саду, где бассейн ремонтировался, были, да, видели. Скажите, пожалуйста, когда по документам должны были быть там закончены все работы? А если не ошибаюсь, как и сам. В двадцатом числом. Скажите, пожалуйста, а на каком основании тогда заказчик оплатил 100% исполнителю все виды работ, если они при этом еще не закончены? Все платежечки на закупках подружены, вы можете посмотреть. Последние даты платежа 29 августа. Спасибо. Пожалуйста. Я вам тоже отвечу на этот вопрос. Что касается заказчика. Заказчиком является 39-й сад. Что касается именно выполнения работы, у меня нет претензий к качеству выполнения работ. Все материалы на месте. Все основные виды работ выполнены. Я не могу точно сказать, какая часть именно оплачена. Или 100%, или 70%, или 60%. Я не главный бухгалтер 39-го детского сада. Но я вам хочу сказать следующее, что этот объект, он даже не идет с измерения 35-го детского сада, бассейна, или каких-то других. Это очень высококачественный, высокотехнологичный бассейн для детей, который мы откроем 20 октября. Если у вас есть конкретно какие-то либо подозрения, либо какие-то есть претензии, ваше право обратиться в прокуратуру и в высшестоящие органы для проведения проверок. Мы готовы и открыты для всех. На этом встреча главы города с жителями подошла к завершению. Следующий диалог с жителями состоится в прямом эфире на канале ТВЛ, который начнется в 19 часов, 18 октября.